Две страшные аварии с участием мопеда произошли минувшей ночью в Алматы. В них погибли четыре человека. Это водители двухколесного транспорта и их пассажиры. На этой неделе полицейский отмечает рост числа подобных ДТП. Между тем, новый закон, который будет обязывать владельцев легкого мототранспорта получать водительские удостоверения, будет действовать только через несколько месяцев. Сергей Ким обо всем по порядку. Официальные данные говорят, на этой неделе произошел скачок количества аварий с участием мопедистов. За последние три дня в республике зарегистрировано пять ДТП с участием водителей мопедов, в которых есть погибшие. За последние три дня зарегистрировано три ДТП в городе Алматы, два из которых зарегистрированы сегодня ночью. Аварии минувшей ночью унесли жизни четырех человек – водителей и пассажиров скутеров. Шансов выжить при страшных столкновениях у них, похоже, не было. Новый закон о дорожном движении вступит в силу через несколько месяцев. Согласно поправкам, водительские категории расширятся. Владельцы малолитражного двухколесного транспорта должны будут получить водительские удостоверения. Какая-то казусная ситуация, совершенно непонятная до сих пор. Во всем мире продвигается двухколесный транспорт. Согласны с будущими нововведениями не все. По мнению представителя крупного алматинского мотосалона Владимира Примакова, острой необходимости в водительских удостоверениях нет. Тем более, что, согласно расхожему мнению, покупка этого документа сейчас не проблема. Наличие, скажем, печати в паспорте о том, что ты женат, никак не влияет на счастливую семейную жизнь. Так и здесь. Имеешь ты удостоверение, не имеешь. Все зависит от того, как ты ездишь, насколько ты внимательна, твоего опыта, собственно говоря. Путь к улучшению дорожной ситуации может оказаться тернистым. В соседней России водительские категории были расширены весной этого года. Но по сообщению ряда СМИ возникла проблема. Не все автошколы оказались готовы адаптировать свою методику обучения для скутеров. Сергей Ким, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы.